Филологи. Люди, знающие о языках чуть больше остальных. Работа с особенными детьми. Как оценить их потенциал? Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Софья Чугунова. В Институте филологии и межкультурной коммуникации отметили День филолога. Это значимая дата не только для института, но и для всех ценителей искусства слова. День филолога. Эта коллаборация послужила толчком для выстраивания отношений и с другими университетами. Этот день очень важен, как отец и мать для этого института, поскольку институт филологии является базой и основополагающим чем-то. Поэтому, конечно, день очень важен. И поскольку в институте обучается много иностранных студентов, то праздничная программа велась на различных языках. Были организованы интерактивные конкурсные площадки, фразеологизмы, крокодил, творческие номера от студентов и концерт. Празднование этого дня демонстрирует ценности института, прививает их молодому поколению, студентам-филологам. День, потому что все мы здесь как-то относимся к филологии. Мы преподаватели, преподаватели английского языка и других различных языков. И, конечно же, являемся частью этого мероприятия, как главные участники. Напомним, что День филолога ежегодно отмечается в Институте филологии и межкультурной коммуникации с большим размахом. И этот год не стал исключением. Диана Агнес, Фарид Захид Углы, Универньюз. В Институте психологии и образования Казанского федерального университета прошел симпозиум, посвященный образовательному потенциалу детей с расстройствами аутистического спектра. Подробнее расскажет моя коллега Аделина Абдрахманова. В Институте психологии и образования Казанского федерального университета прошел симпозиум «Образовательный потенциал детей с расстройством аутистического спектра». Мероприятие прошло в рамках 9-го международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2023. Действительно, образовательный потенциал – это очень сложная, очень интересная, очень своевременная тема, поскольку сейчас возникает острая проблема в разработке отечественного диагностического инструментария обследования детей с расстройством аутистического спектра. Казанский федеральный университет уже давно ведет работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а именно с детьми, страдающими расстройством аутистического спектра. Именно поэтому на симпозиуме Казанский университет поделился с коллегами из других регионов своим опытом в работе с особенными детьми. Надеемся как раз узнать о каких-то, может быть, новых методах и приемах обучения и воспитания детей с расстройством аутистического спектра. У нас общеобразовательный детский сад, но есть комбинированные группы, где как раз такие дети в том числе и находятся. Поэтому мы очень надеемся, что к нашей информации, которой мы владеем, к нашей практике, мы что-то узнаем новое и, соответственно, потом применим на практике. Но пока у нас планируется, что будут такие дети в нашем учебном заведении, поэтому нам интересно, как правильно организовать работу с такими детьми. Мы хотим послушать, узнать что-то новое, почерпнуть для себя, чтобы потом применять в своей деятельности со своими детками. Напомним, что на базе Казанского федерального университета работает детский сад «Мы вместе» для детей с расстройством аутистического спектра. Цель специального детского сада – создание психолого-педагогической поддержки и организация комплексного процесса обучения и воспитания детей. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс. 23 мая в инжиниринговом центре Казанского федерального университета прошло профориентационное мероприятие «День карьеры», направленное на поддержку студентов в развитии своей карьеры и выборе профессионального пути. О том, как это было, расскажет наш корреспондент Карина Саяхова. Пожалуй, один из главных вопросов, мучающий студентов от первого до выпускного курса, «Как максимально эффективно определить вектор будущей профессии». «День карьеры» – это первое выездное мероприятие такого формата, проведенное в рамках структурного подразделения института. По словам руководителя Центра по организации временной занятости обучающихся Наиля Вяльшина, тенденции меняются ежегодно, поэтому отслеживать перспективные профессии просто необходимо. Сейчас особо популярными остаются сферы программирования и медицины. Потому что сейчас мы видим то, что медицинская отрасль развивается, программирование развивается. В 2023 год перешел тренд на востребованность юристов и финансистов. Тренд, казалось бы, уже прошедший, но сейчас бизнес продает свои активы, работники уезжают в страны СНГ и так далее. И тем самым нужно выстраивать новые трудовые отношения. Внести свой вклад в развитие татарстанских студентов приехали множество экспертов в разных областях. Так, Лариса Кириллова, кандидат юридических наук и доцент кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса юридического факультета КФО, поделилась опытом применения Трудового кодекса при трудоустройстве и заключении договора гражданско-правового характера. Данила Державин, менеджер по развитию персонала в компании Nefis Cosmetics, дал рекомендации по написанию резюме и успешному прохождению собеседования, чтобы избежать страхов и уверенно представить себя. Данное мероприятие очень актуально, поскольку профориентационное направление в целом по работе со студентами сейчас находится только на стадии развития. И такие вот мероприятия помогают студентам в первую очередь понять, каким образом дальше они могут выстраивать свою карьеру, то есть выявить свои какие-то слабые, сильные стороны. Моя рекомендация для работников – это прочитать кодекс, знать о своих правах и не бояться их защищать и отстаивать. По окончании мастер-классов студенты получили возможность пересмотреть или создать свое резюме с нуля, чтобы быть готовыми к будущим возможностям трудоустройства. Карина Саяхова, Медиа-центр Набережной Челнинского института КФУ, Универньюс. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось празднование Дня славянской письменности и культуры. Подробнее смотрите далее. 24 мая – День памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, создателей старославянской азбуки и церковнославянского языка. В этот день принято отдавать дань памяти святым Кириллу и Мефодию, которые создали первый прообраз современной азбуки, называемой в народе кириллицей. Накануне в стенах Елабужского института Казанского федерального университета состоялось празднование Дня славянской письменности и культуры. По традиции организатором праздника стала кафедра русского языка и литературы. Сценарный ход исполнен был очень интересно. С одной стороны, научно, потому что это история нашего языка, это история нашей культуры, это знание старославянского языка, что очень важно для всех нас. С другой стороны, это очень яркое действие, которое вызывает отклик и самые положительные эмоции. В ходе мероприятия зрители узнали об истории развития письменности славянских народов и познакомились с народными песнями, молитвами и старинными обрядами. Главными героями постановки стали Кирилл и Мефодий. Язык нас объединяет, и мы гордимся этим, что мы вместе. В этом году приобщиться к славянской культуре смогли не только студенты кафедры русского языка и литературы, но и те, кто учится на других направлениях. Студенты колледжа и университетской школы. По окончании творческой программы были объявлены имена победителей конкурса научно-популярных видеороликов, посвященных изучению этимологии славянских слов. Маргарита Михайлова, Универньюз. До начала лета осталось чуть больше недели, а республика уже столкнулась с температурными аномалиями. Температура в ближайшие дни поднимется до 28 градусов тепла. Будет ли лето таким же жарким, расскажет наш корреспондент. Конец мая стал для жителей республики Татарстан по-настоящему жарким. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, показатели на столбиках термометров поднимутся до 28 градусов тепла. К концу недели ожидается легкое похолодание. Виной тому, что к нам пришла вот такая волна тепла, является циркуляция. Дело в том, что в настоящее время погода нашего региона определяется обширным антициклоном. В ближайшие дни мы будем все так же находиться под влиянием указанного антициклона. И к нам будут поступать теплые воздушные массы с юга, которые принесут к нам действительно аномально высокий фон температур. По оценкам специалистов, май стал месяцем контрастов. Начало его оказалось аномально холодным. Первые дни побили температурные рекорды холода. В то же время, во второй и третьей декаде мая, аномалии были связаны с превышением показателей тепла. Что касается осадков, по словам экспертов, в центральной части республики норма была выполнена. Этот показатель является залогом хорошей урожайности. Дело в том, что для формирования урожайности ключевым является тепло- и влагообеспеченность именно мая и июня. Стоит отметить, что у нас и зима была достаточно снежная, которая, в общем-то, внесла в свой вклад в запас продуктивной влаги. Таким образом, для сельского хозяйства этот фактор является благоприятствующим. По долгосрочному прогнозу, лето ожидается близким к климатической норме. Однако эксперты не исключают возникновение различных аномалий. Уже сейчас известно, что теплая погода сохранится как минимум до середины сентября. Влияние на это окажет такое явление, как Эль-Ниньо. Эль-Ниньо – это процесс аномального потепления центральной и восточной части Тихого океана. Как отмечают ученые, температура при таком явлении повышается на всем земном шаре. Стоит отметить, что в последний раз такое явление наблюдалось в 2016 году. И в 2016 году температура воздуха глобальная побила все рекорды за всю историю метеонаблюдений. Стоит отметить, что в тот год и лето в Казани также было аномально теплым, а август в тот год был экстремально теплым. Он был теплее нормы на 4 градуса. По предварительным прогнозам, казанцев летом ожидает 12 дней с длительными осадками. Такая погода, по словам экспертов, позволит жителям столицы легче перенести жару. Маргарита Михайлова, Универньюс. В Казани стартовал научно-просветительский проект «Научная среда». Совместная инициатива Музея-Заповедника «Казанский Кремль» и КФУ. Еженедельно во дворе присутственных мест Казанского Кремля с лекциями будут выступать ученые из исследователи и преподаватели Казанского федерального университета. 24 мая первую лекцию прочитал профессор кафедры алтаистики и китаеведения Института международных отношений к КФУ Дмитрий Мартынов. На этом все. В студии была Софья Чугунова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!